Паста, крем-суп и горячее блюдо. Трудно поверить, но все эти изыски можно приготовить из довольно ограниченного набора продуктов. Вот, например, известная всем паста. На конкурсе из-за красоты подачи блюдом итальянская прима превратилась в настоящую роскошь. Вот так в Бресте прошел конкурс на лучшего повара среди десяти учащихся учреждений профессионального образования области. На суд жюри конкурсанты представили три оригинальных, но при этом сложных в готовке блюда. Здесь ребята готовят у нас, у них три задания. Они приготовили, вот сейчас подавали уже горячую пасту ова-лакта, пасту собственного приготовления. Кто готовил вручную, кто при помощи какого-то инструментария. Теперь они готовят крем-суп. И третий у них будет горячее блюдо из куриной грудки. Все готовят из одинакового набора продуктов. Первое блюдо самое тяжелое, потому что еще как бы делаешь заготовки к другим, и поэтому много времени занимает. Вот, все должно стоять, мариноваться, и поэтому тяжело, в самом начале тяжелее. Дух соперничества, возникший между участниками, вызвал жажду получения наилучших результатов и не угасал до конца конкурса. В большинстве случаев задания выполнялись быстро и правильно, но были, конечно, у жюри по блюдам вопросы, которые остались без ответа. В этом году уровень даже у ребят повыше. Это, наверное, как раз таки связано с тем, что разница в поколениях, и ребята все-таки свое тоже новаторство какое-то, вносят свою изюминку, не боятся отступать от каких-то норм и параметров. И у них очень круто получается, то есть меня очень удивили в этом году дети. О творчестве и любви повара к любимому делу можно говорить много, но талант его заключается в том, чтобы установить свои тайные отношения с продуктами. Умение составляет новые комбинации, также во многом определяет уровень профессионального мастерства повара и, конечно же, показывает и доказывает любовь к любимому делу. Были блюда, которые удивили, очень сильно удивили внешне, то есть красивая подача, современная, очень радует, что такой уровень высокий у ребят. И по вкусу были те, которые удивили, но, конечно же, не без промаха. Любовь к кулинарии тоже только в твоей голове, и никто не может отобрать веру в эту любовь, в то, что ты делаешь. Если ты искренне любишь свое дело, любишь готовить, то ни в каких заведениях, которые тебе не нравятся, пусть это будет даже на костре в лесу, но это невозможно отобрать у человека. И эмоции очень мешают, конечно, в этом моменте. Надо слушать свое сердце. Если ты любишь то, что ты делаешь, ты будешь делать его в любом месте. На костре, либо в крутом, или на своем ресторане, тут уже не важно. Мне нравится готовить. Я люблю свою семью радовать. Вот решила, почему бы ему не попробовать себя в этой стизе. У меня вообще изначально дядя, повар тоже. Он жил в Москве, и когда к нему приезжал, мне очень нравилось с ним готовить. Вот как-то мы с ним приготовили лазанью, я прям так воодушевилась, как-то вот решила быть поваром. Стоит отметить, что такие конкурсы от личности и молнии только для повышения профессионального мастерства отечественных поваров. Это потрясающий способ получить вдохновение для создания собственных кулинарных шедевров.